Я хотел сказать, Анюта, знаешь, что тебе, что в удивительное время мы живем, да? Вчера поздно вечером у нас две воздушные тревоги в Украине, в Киеве, да, мы это ощущаем, потому что с тобой находимся тут. Полночи у нас было воздушные тревоги, огромное количество, около ста дронов, которые прилетели в Украину, да? И сегодня за первую половину дня до обеда еще две воздушные тревоги. Как они сильно нас любят, как они сильно хотят, чтобы мы были такие, как они, но не тут и было. Не дождутся, да. Да, да. Особенно интересно, знаешь, люди адаптировались, но особенно интересно, как люди в бизнесе, в больших компаниях, с международным бизнесом, так как у тебя, как люди справляются с этим. Но как раз об этом мы в том числе, конечно, поговорим. Ну что, поехали? Поехали. Друзья, доброго дня. Я сам был украинский армянист, спустился со своих армянских гор. Специально, чтобы вас, дорогие мои, приветствовать на нашем интернет-видении Кап ЮА АЭМ. Не все так официально. У нас сегодня интервью, но я это больше даже называю разговор, хотя все равно это интервью, с очень интересным человеком, с девушкой, которую я очень давно знаю. Но Анна Юдовинская, так? Но, Анна-Джан, привет. Доброго дня. Но мы давно знакомы, но я всегда, ты знаешь, восхищался тобой. И вот это вот восхищение, комплементарный у нас такой интервью сегодня будет. Тем не менее, мы будем говорить все равно на сложные темы с тобой, так или иначе. Мы живем сегодня во всем этом. И тем не менее, тем не менее, я хочу сказать о том, что у нас сегодня деловая тема. Деловая тема, потому что ты бизнес-умен, потому что ты деловая девушка, у тебя международный бизнес, ты работаешь в интересной компании международной. Но почему для меня это особенное интервью, особенный разговор и немножко волнительный, потому что когда-то в этой компании я целых три года протрудился. И немножко я, естественно, знаю о том, я видел и мне многое понятно. И я перед подготовкой к нашему разговору с тобой посмотрел сегодня, вчера и сегодня пересматривал по несколько раз подкаст свой замечательный, где много нового интересного узнал. Анюта, доброго дня, привет, как ты? Привет, все хорошо, спасибо. Вот сейчас на рабочем месте. Да, ты подключилась к нам из своего офиса. Когда-то я приезжал в этот офис несколько раз, да, я был твоим клиентом, скажем так, но об этом немножко позже поговорим, да. Анюта, я хочу начать с самого начала. Я тебя, видишь, по старинке называю Анюта. Мне приятно. Да, я хочу сразу обозначить, что Анна для меня это особое женское имя, безусловно. Так в жизни получилось, что мою супругу, любимую, дорогую, я недавно женился, зовут Анна. Да, и, в общем, для меня это особенное имя, поэтому, Анюта, Джан, поехали. В первую очередь, я хотел бы, чтобы мы начали с самого начала, и по старой памяти я помню, что ты родилась в Крыму. Но пару дней назад, да. Да, родилась в Крыму, потом мы переехали в Мелитополь, и вся моя такая, ну, юношеская жизнь росла именно в Мелитополе. Да, очень здорово. Ты говорила о том, что в город Киев ты приехала поступать, училась, да, и потом ты получила, что получила, что у тебя связано с Америкой в результате? Я уже после Америки приехала в Киев поступать в аспирантуру, я в свое время выиграла стипендию на учебу в Америке в университете. Там я поучилась, вернулась в Украину восстанавливать ее экономику, такие были условия контракта. Три года, да, три года? Да, и надо было три года либо поучиться в аспирантуре, либо поработать на каком-то предприятии профильном. Ну, у меня отец ученый, для меня как бы аспирантура это было очень естественно, интересно, и я приехала в Киев, поступила в аспирантуру, ну, а потом поняла, что нужно как-то зарабатывать деньги. Да, я супруг, как зовут супруга? Сергею, мы Сергею огромный привет передаем. Сергею, вам очень сильно повезло. И у тебя ребенок, для меня это просто, для меня это ношу, что, 5 лет, 5 лет сыну, круто. Как сына зовут? Это очень здорово. Ты говорила в том самом подкасте о том, что твой супруг, когда вы встретились, он состоявшийся человек, взрослые вы люди, хотя мы такие молодые и юные, да, и у него свой успешный бизнес и так далее. И вот это очень интересная, да, составляющая, когда ты находишь себе равному, я не имею в виду по количеству денег или по статусу, да, по сути своей, потому что как ни крути, так оно в жизни и происходит. Ты не можешь, тебе сложно создать семью с человеком, которые на несколько уровней ниже, которые не понимают тех вещей, ну, какие-то вот такие основополагающие вещи, которые соединяют, да, склеивают людей навсегда. Ведь как говорится в христианстве, да, когда происходит венчание, а у нас как раз 25 июля с Анной было венчание, и там говорится о том, что вы соединяетесь, ваши две души соединяются в одну душу, да, и вы становитесь единым целым. Как вот так вот, будучи двум прогрессивным, успешным, профессионалом, каждый в своем деле, с точки зрения бизнеса, как влияете друг на друга? С точки зрения семейной жизни, понятно, у вас все хорошо, вы крепкая, замечательная семья. Зная о том, какая ты, да, невозможно сделать необдуманный, неправильный шаг, да, ты выбираешь именно то, что дано Богом, скажем так, так же, как и дети, правда? Конечно. Как два успешных человека, ты, Сергей, как вы его, ты интересные вещи в подкасте говорила по поводу того, что ты его, значит, привлекаешь в Гербалайф, и то, что он тебе отвечает, мне очень понравилось, это замечательно. Кстати, друзья, я делаю столько отсылок на этот подкаст, обязательно его посмотрите, обязательно, я ссылку внизу в описании обязательно определю, там замечательные 10 минут, очень крутые с нашей Анютой. Итак, Анюта, да. Спасибо большое. Ну, ты абсолютно прав, люди не могут просто так соединиться, два взрослых человека, если им неинтересно друг с другом, ну, это как минимум. Должно быть интересно, да, человек должен тебя восхищать, человек должен тебя чем-то завлекать, я имею в виду мозгами, какими-то своими мыслями, какими-то своими действиями. И поэтому, конечно, когда ты сам чем-то занимаешься, да, каким-то предпринимательством, и муж у тебя в этой теме, вам легче, ну, потому что мы не мешаем друг другу. Мы уважаем личное пространство друг друга, и мы понимаем, что такое бизнес, мы понимаем, когда нужно сутками поработать, когда, ну, нужно вообще не трогать, оставить человека в покое, нужно поддержать его как бы со всех сторон, и чтобы он не отвлекался, это, ну, это очень важно, и я это понимаю, и мой супруг меня понимает, поддерживает. Потом у меня такой бизнес, когда я езжу очень много, вот особенно сейчас, я там два года просидела бы во время начала войны здесь, в Киеве, никуда не хотела бы езжать, а теперь поняла, что мне нужно двигаться, потому что люди находятся в разных странах из моей организации, мне нужно с ними общаться, вживую общаться. И мой муж тоже это понимает, он остается с ребенком, он это приветствует, и это тоже здорово, для меня это очень ценно. Но от гербалайта просто так не уйдешь, то, что я говорю в подкасте, понимаешь, я в шутях всегда мужу говорю, ну, давай вместе будем строить, продолжать строить мой бизнес, это же будет интересно, мы будем вместе куда-то ездить. На что он мне всегда отвечает? Я с утра до вечера в твоем гербалайта, потому что я его ем, потому что я слышу все твои разговоры, я слышу твои подкасты, там какие-то тренинги, которые ты проводишь, мы куда-то едем, ты это тоже обсуждаешь и со мной делишься. Я всегда делюсь чем-то таким позитивным, хорошим, слава богу, в моем бизнесе этого много, со своим супругом. И поэтому, конечно, его жизнь тоже частично, она происходит в гербалайте. Ну, и самый такой, мне кажется, важный момент, когда люди из бизнеса, это как раз делиться позитивом друг с другом. То есть, когда что-то хорошее происходит, а оно так или иначе все равно происходит, то мы этим наполняем друг друга, мы рассказываем какие-то бизнес-кейсы, какие-то истории людей. Вот этот обмен позитивом какой-то позитивной энергией, он, конечно, тоже очень важен для обоих из нас. Потому что мы понимаем, что если где-то работает, значит, это сработает и на нас. Да. Особенно в это информационное время, когда этот контакт, он очень простой. Ты об этом тоже говорила, что сейчас проще начинать, входить в этот бизнес, нежели было когда-то. Да. Хотя я помню, что когда-то, когда все это начиналось, ну, когда мы, у меня это были три года с 96 по 98 год, три полных года, потом поездка в Москву и так далее. Ну, в общем, это отдельная история. И я помню тех людей, которые за год, за полтора вырастали с дистрибьютора до член президентским, да? Какая? Пятая ступень, да, карьерного роста. Да, с этими удивительными значками и так далее. Но хочу сказать, что действительно темп, который есть в этом бизнесе, он уникален. Так вот, у тебя есть свои клиенты, параллельно с этим ты строишь организацию. Организацию – это значит, ты привлекаешь в бизнес людей, которым помогаешь самим зарабатывать, помогаешь самим находить клиентов, да, делать правильную работу, быть продуктом своего продукта. И также этим людям ты помогаешь развивать свою организацию, построение бизнеса, да? Это система сетевой маркетинг называется. Кстати, за эти годы, за вот эти 10 лет я очень часто встречаю людей, которые работали в Гербалайф, которые знают, что такое сетевой маркетинг, проходили это. И это, конечно, такое, ну, интересно, знаешь, интересно пообщаться с этими людьми. Кстати, люди, тогда многие для себя открыли вопрос питания, вопрос здоровья для себя по-новому, да? Анюта, а ты сказала, в 16 странах твоя организация, твой международный бизнес. Можешь перечислить, какие страны, потому что я помню, что-то даже экзотическое было, да? Ну, Гонконг, да, Гонконг, Австралия, Штаты, Гонконг, Нет, нет, пусть никто не обижается, мы вас любим всех. Мама вас любит всех. Грунадия, великобритания, ну, достаточно. Достаточно, очень здорово. А еще интересно тем, что бизнес стал богатый, как ты сказала, тем, что, к сожалению, в результате, да, в результате этой кровожадной войны украинцы, ну, украинки, да, переезжают и продолжают делать бизнес там. Да, и уникальность еще этого бизнеса в том, что, не только в том, что он международный и стандарты очень высокие, а это, конечно, система обучения. Потому что, если бы не те три года системы обучения в Гербалайф, я бы навсегда остался тем закомплексованным парнем, тем сам великом с армянских гор, который, у которого было непростое детство. Но это отдельная тема. Ты знаешь, я хочу поделиться таким своим опытом немножко. Ты как сестра меня поймешь. В Гербалайфе я впервые вышел на сцену. У меня не было опыта публичного выступления. У меня был опыт публичного выступления на улице, в драках, в хулиганстве, да, у нас были там в юношестве приводы в милицию и так далее. Там я был смелый, а в социале я был очень-очень застенчивый и часто просто терял дар речи. У меня, кстати, иногда и сейчас это происходит, но очень редко, к счастью, но тем не менее. И вот Гербалайф в этом плане навсегда изменил мою ситуацию. И вот именно в Гербалайфе, на наших презентациях, которые у нас тогда проходили в кинотеатре «Старт» на Березняках, и, значит, мне наш старший и вышестоящий спонсор говорит «Самуэлл, значит, у нас будет тренинг, семинар, и я хочу, чтобы ты там рассказал одну тему». Я в шоке, у меня волосы дыбом которых нет, но тогда еще были. И, значит, тема была «Рабочие инструменты». То есть мне нужно было рассказать моим коллегам, ну просто там прочитать текст хотя бы, да, какие у нас есть рабочие инструменты, как их использовать, и использовать их максимально. И я трясущими ногами, не знаю как, вышел на эту сцену кинотеатра, и 20 минут я отстоял там. У меня было ощущение, что меня бьют палками, железками, что меня мучают, меня, короче, я испытал колоссальный стресс, то, что, наверное, в народе называется панические атаки, да, паническая, огромная такая атака, ну, 100 килограммов паническая атака. В общем, и когда я сошел с этой сцены, конечно, я был никакой, но я позже понял, через что я прошел, и этот первый опыт я никогда в жизни не забуду. И каждый раз, когда сегодня у меня есть возможность где-то выступать в рамках нашего клуба армянских предпринимателей, КАП, да, или в рамках нашего... Вот вчера так получилось замечательно. Мы попали в кинотеатр «Оскар» на допремьерный показ фильма «Колер-гранату» Сергея Параджанова. В честь его дня рождения 100-летия. В этом году ему было 100 лет. И, извини, немножко самореклама, но это не просто самореклама. Это относится именно к этому, потому что сейчас ты поймешь. И моя любимая, знаешь, говорит, надо же, не успел туда поехать ненадолго, уже интервью дал, знаешь. Это такой интересный момент. Кстати, завтра оно должно выйти на телеканале «Суспильном». Но это отдельная тема. Короче, и вот, значит, мы находимся там, кинотеатр «Оскар» в Булливере на Палаце спорта, да, и посольство Армении в Украине, наш дорогой посол Владимир Карапетян и международная вот эта компания «Арарат», они являлись спонсором этого. И там было много известности в этом зале, на этом допремьерном показе. Мы туда, можно сказать, почти случайно попали, буду говорить так. Это как бы у нас не было. Короче, в общем, и мы пришли туда, и нас было несколько человек, кого я пригласил, земляков и так далее. Камо, Мэри, ее сестра Анна, там наш дорогой священник Терра Арташе, в общем, посол, консул, их помощники, секретари, ассистенты и так далее. И вот, значит, «Суспильное телевидение» там снимают, а там наливают шампанское, дают этот, значит, людей дегустировать японский этот чай мачо и так далее. В общем, замечательное светское мероприятие. Но самое интересное, что с культурной точки зрения я скажу, что этот фильм Сергея Параджанова «Колер граната», его фонд Мартина Скорсезе реставрировал этот фильм, и это одна из двух версий была показана. То есть именно эта версия реставрирована фондом Мартина Скорсезе. И это было интересно посмотреть, и в этом году я его третий раз смотрю. Но в таком формате именно реставрированном фондом Мартина Скорсезе впервые. И вот там в холле огромная тусовка на 7 часов начала, но с 7.40 оказывается 40 минут на общение, на движение всякое. И там пару телеканалов, в том числе «Суспильное». И вот они стоят по центру, лампа горит, в общем, все как положено. Взяли у кого-то они интервью, а мы стоим недалеко. Я открываю свою треногу, свой штатив, снимаю, делаю пару прямых эфиров, снимаю других людей, фотографирую. Люди знают, что я прихожу, и сразу для меня уже это не развлекаловка, для меня это исключительно уже труд. Я прихожу, я думаю, у кого я могу взять короткое интервью, с кем я могу договориться на будущее, ближайшее, дальнее и так далее, наших ребят и так далее. И вот, значит, они отсняли человека. Это «Суспильное», выключили лампу. И вижу, журналистка смотрит по сторонам. Я стоял, кому стоял наш замечательный брат, армянский и украинский армянин. Мэри, девушка с замечательными волосами. Она, кстати, очень часто нам помогает в съемках. Спасибо ей огромное за это. Я ее вчера вечером и сегодня утром благодарил. Значит, она интересуется всеми этими вещами. Фото, видео, монтаж и так далее. Такая очень прогрессивная. Девушка с красивыми волосами, с красивыми, вьющимися армянскими волосами. Короче говоря, и, значит, эта женщина, журналист, смотрит на нее. И тут я спрашиваю эту женщину, скажите, а вы берете интервью на какую тему? Связано с фильмом «Колером граната»? Она говорит, так, случайно. С «Колером граната» так и так. И тут она на Мэри смотрит и говорит, а вы могли бы сказать декелька слив, значит, на камеру? А Мэри говорит, а Мэри не очень любит на камеру говорить, она волнуется пока еще. И мы работаем над тем, толкаем ее, чтобы она, наконец, прошла тренинг, который я проходил перед началом YouTube-канала. Вот, кстати, Гербалайф во мне эту обучаемость, знаешь, сделал, что ты идешь, учишься, и сегодня это очень удобно. Ну, в общем, в результате Мэри отказывается, она волнуется на камеру говорить, а я думаю, как я ей помогу при записи. Ну, и, в общем, она отказывается. Я этой женщине говорю, а вам принципиально, чтобы интервью дала девушка? Она говорит, нет, нам важен человек, который смотрел этот фильм. Я говорю, ну, я в этом году уже два раза смотрел этот фильм, это будет третий раз. Она говорит, серьезно? Я говорю, если хотите, я скажу пару слов. То есть я сам вызвался, ну, почему бы и нет? Я парень в этом плане не сильно скромный. Вот в чем-чем, а в этом я не сильно скромный. Ну, если я готов, мне есть о чем сказать. А почему для меня было важно сделать это? Не для того, чтобы появиться еще в одной камере, еще на одном телеканале. Потому что это Сергей Параджанов. Потому что это человек, это легенда, это гениальный человек. Он, будучи молодым, еще его мало знали. Но он говорил Роману Гургеновичу, Балаяну и другим. Я гений, я гений, я гений. Он всегда называл гением. Они думали, он клоун. А потом он показал всем, что он действительно гений. И он сумел творить такое в Украине, в Грузии и в Армении. И для меня было важно непосредственно об этом украинском армянине, об этом человеке, который творил на три страны и на весь мир. Тем более, что знаю о нем. И поэтому таким образом я в результате волнуюсь. Значит, она меня выбросила кепку снять, очки снять. Видно там, что я волнуюсь. Но тем не менее, для меня было важно о нем, конечно, сказать. И вот это вот все, то, что я вчера смог это сделать на эту камеру телеканала Суспильный, это прежде всего мой первый выход на сцену Гербалаев, где я своим коллегам рассказывал, что такое инструменты рабочие. И, кстати, именно в Гербалаев я научился делать телефонный опрос. Когда я сажусь и 23 часа звоню подряд. И когда мы делали первые наши тренинги и бизнес-семинары в нашем клубе армянских предпринимателей, я садился и за два часа обзванивал 50, 60, 70 человек. И для меня было важно лично их пригласить и сделать так, чтобы люди пришли без опозданий и чтобы они записали список. То есть они всегда знали, что за сутки мы закрываем список, но я всегда это делал как положено. Вот этому порядку и этим навыкам научил тогда меня, безусловно, Гербалаев. И это истинная правда. Представляешь? Да, очень много разных полезных, которые они получают. Ну и все, и поэтому это нас очень вдохновляет. Я благодарна всем нашим клиентам и партнерам, потому что я от них беру эту энергию, этот настрой, эту силу, потому что они своими вот этими благодарственными сообщениями, они своими этими горящими глазами в хорошем смысле этого слова, такими радостными, что с ними что-то меняется в лучшую сторону, они нас заряжают. Мы понимаем, что вот это смысл нашей работы, что мы не зря утром просыпаемся и что-то делаем. Круто. Анюта, ты сказала про своих книг клиентов. Давай передадим им всем привет. Я хочу им передать привет. Я уверен, что вы очень рады видеть сегодня в эфире Анюту. Вы знаете, какая она у вас. А я от себя хочу сказать, зная ее и работая в этой системе, хочу сказать, что у вас замечательный консультант, наставник по здоровому питанию. Это очень здорово. Я хочу еще раз напомнить, что я когда-то ведь был твоим клиентом. Ты мне даже делала замечательную скидку. И моя супруга, и когда-то моя сестра в восторге от линии Дермаджетик с косметикой. Больше того, после бритья я ей пользовался этой маской. Это фантастическая маска. Каждый, кто нас слышит, мне Гербалайф не платит деньги за рекламу. Это не реклама, как вы уже знаете, 3 года я там работал. Это потрясающая продукция. Хербалайф Лайн, Омега. Омега. Я помню, очень долго я его принимал. Формула-2 для очистки организма. Конечно, этот знаменитый коктейль космонавтов НАСА, Формула-1. Потрясающе вкусный, при этом настолько полезный. Со всем этим балансом, с минимальным количеством жиров. Да, с калорией. Да, да, да. Термаджетик замечательный. Да, ну, в общем, много продукции. Получается, что... Но сейчас мы к продукции вернемся. В общем, мы передаем привет всем твоим клиентам. Я передаю привет всем твоим клиентам. И их поздравляю, что у них такой консультант здорового питания и такой наставник. Вам очень сильно повезло. Радуйтесь. Все, низкий поклон. Да, пусть бизнес процветает, клиенты процветают. Пусть у твоих клиентов, у наших клиентов бизнесы процветают так же. Тоже это очень важно. Как говорил один мой знакомый, эх, жаль, у меня бедные друзья. Мы говорим, в чем проблема? Главное, какие они люди. Он говорит, нет, если бы у меня были богатые друзья, то и я был бы богатый. Это работает так. Поэтому, как ты говоришь, человеку нужен человек. Вот это, безусловно, основа. Анюта, скажи, пожалуйста, какие крови в тебе есть? Я имею в виду с точки зрения национальности, да? Неожиданный вопрос. Нет, нет. Грузинская. Грузинская. Русская и украинская. Супер. Гремучая смесь. Гремучая смесь, да. Я помню еще с того времени, да. И, конечно, допустим, грузинский колорит, да, он в твоей внешности имеет особый, особый. Ну, ты знаешь, мы знаем о том, что есть особо доминирующие крови, там, менее и так далее. Хотя все крови доминирующие. Все зависит от того, кем себя чувствует человек, помнит ли он свой род, знает ли он свой род, свою историю в этом плане и так далее. Я, Анюта, так как мы с тобой в прямом эфире, нам пишут комментарии. И один комментарий меня очень свербит, потому что люди, когда пишут, мы не можем пройти мимо. И люди пишут, значит, написали «Слава Украине героям славы». И я, случайно, петрымую, но я хочу сделать легкую корректировку. Прежде чем сказать «Слава Украине героям славы», я хочу сказать, во-первых, «Слава нашему Создателю» за то, что мы с вами живы и здоровы, за то, что, в принципе, у нас есть жизнь. Потому что наш Создатель, Господь Бог, Он дал нам жизнь через наших родителей. Без Него не было ни нас, ни наших родителей, ни всего нашего рода, ни всего человечества. И также я хочу сказать одну из любимых своих мыслей. Мне кажется, что это истина. Господь Бог нас создал всех братьями и сестрами. И это, в первую очередь, самое главное. Нужно, конечно, быть сильным, чтобы относиться к человеку напротив, как брату или как сестре. Особенно, когда враждуют, конфликтуют и так далее. Но бывают и такие братья, которые нападают на тебя, потому что ты не хочешь быть таким, как они. Ты хочешь быть честным, порядочным. Ты хочешь, чтобы твои дети жили в безопасности. А этот старший брат говорит, ни хрена, простите меня. Нет, ты будешь такой, как я. Ты будешь вором, ты будешь преступником, коррупционным. Я на тебя буду создавать папочки, ты у меня будешь на ошейнике, я буду тебя контролировать. Свободного мира ты не увидишь. Но я хочу еще раз всем напомнить, что Господь Бог нас создал свободными людьми. Он может с нами все, что угодно сделать, но только не отобрать нашу свободу воли. Если Бог не может этого сделать, то какой-то там Карлик Путин хочет это сделать с украинцами. Нет, конечно. Поэтому, друзья, прежде всего, слава Богу за то, что мы с вами за все, за все, за все. Просто за все. И, конечно, да, слава Украине, героям слава. Будь мой орач, как я люблю говорить. Анюта. Значит, я хочу... А, кстати, я сейчас хочу передать... Извините, не передать. Я хочу попросить наших слушателей и зрителей, напишите, пожалуйста, в комментариях, нас хорошо слышно или нет. Нас сейчас смотрит 71 человек. Хорошо ли нас слышно? Мы в эфире уже более 40 минут. Замечательно. Напишите, пожалуйста, друзья, хорошо ли нас слышно? И мы идем дальше. Анюта, ты меня слышишь прекрасно? И я тебя прекрасно слышу. Один человек позвонил другому. Ну, юмор наш и все, да, как известно. И один человек позвонил другому и говорит... Ну, там, несколько ребят. И он звонит и говорит, ребята, ребята, он очень эмоциональный был на мероприятии и говорит... Ну, может быть, я эту шутку и слышала. Ребята, ребята, привет, привет, как, как, как вы, что вы, значит, и там плохая связь и так далее. И тут он говорит, 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 и потом говорит, ребята, вы меня хорошо слышите? А этот товарищ ему говорит, да, Гарик, мы тебя хорошо слышим, мы тебя практически уже видим. Но мы в данном случае видим и слышим хорошо с тобой. Анюта, ну, кроме того, что у тебя международный бизнес, кроме того, что это приличные деньги, будем говорить так, понятное дело, что это напрямую связано и зависит и от ковида, и от войны кровожадной, все это, естественно, в бизнесе всегда мешает, но самое главное – это контакт с людьми. Но в Гербалайфе же также присутствует, как бы правильно сказать, очень интересная жизнь, система вознаграждения, да, на уровне третьей, четвертой, пятой, шестой ступеней. Расскажи немножко об этой стороне. То есть ты работаешь, ты приходишь в офис, ты работаешь со своей организацией, со всеми 16 странами, да, проводишь тренинги, наставничество и так далее. Мы вернемся к теме войны. Я хочу, чтобы люди знали, что мы вещаем и сейчас говорим в реальном времени из Киева, и я хочу еще раз Анюту это сказать, что вчера поздно вечером у нас было две воздушные тревоги, и мы были вынуждены идти в укрытие, прятаться за двумя, за тремя стенами, а я вчера шел со своей любимой, и нам пришлось ускорить шаг и так далее вдоль стеночек. Мы все это переживаем уже более двух с половиной лет, а ночью, полночи нас бомбили долбанные дроны, и над нами летали дроны. В моем районе, где я живу, они летают уже несколько дней. И сегодня, за первую половину дня до нашей с тобой встречи онлайн, в результате еще две воздушные тревоги. Это наши реальности, мы живем в этой реальности. Как в этой реальности, допустим, да, вот скажи, как в этой реальности, если ты строишь свой рабочий график и адаптируешься к этому, потому что мы пережили еще ковид. И я, кстати, хочу для всех сказать о том, что, если вы думаете, что война, кровожадная война в Украине началась 24 февраля 2022 года, вы очень сильно ошибаетесь, это полномасштабное началось. На самом деле война началась в Украине, агрессия России в Украине началась с Донбасса, в далеком 2014 году. И в этом году это уже 10 лет этой кровожадной войны. Но то, что, конечно, все испытали, кто живет в Киеве, это полномасштабное наступление, когда Киев, да, с трех-четырех направлений пытались наступать, это, конечно, врагу не пожелаешь. Но слава богу, что у нас есть мужчины героические и героические женщины, которые, мужчины вышли защищать наш город, а женщины помогали. Я знаю это не понаслышке, мои друзья, все-все-все, и я сказал, мы будем защищать наш город и никак по-другому. И вот это вот все, то, что я вчера смог это сделать на эту камеру телеканала Суспильный, это прежде всего мой первый выход на сцену Гербалаев, где я своим коллегам рассказывал, что такое инструменты рабочие. И, кстати, именно в Гербалаев я научился делать телефонный опрос, когда я сажусь и 23 часа звоню подряд. И когда мы делали первые наши тренинги и бизнес-семинары в нашем клубе армянских предпринимателей, я садился и за два часа обзванивал 50, 60, 70 человек. И для меня было важно лично их пригласить и сделать так, чтобы люди пришли без опозданий и чтобы они записали список. То есть они всегда знали, что за сутки мы закрываем список, но я всегда это делал как положено. Вот этому порядку, этим навыкам научил тогда меня, безусловно, Гербалаев. И это истинная правда. Представляешь? Да, очень много разных полезных. Да. Анюта, но кроме того, что у тебя международный бизнес, кроме того, что это приличные деньги, будем говорить так, понятное дело, что это напрямую связано и зависит и от ковида, и от войны кровожадной. Все это, естественно, в бизнесе всегда мешает, но самое главное – это контакт с людьми. Но в Гербалаеве же также присутствует, как бы правильно сказать, очень интересная жизнь, система вознаграждения, да, на уровне третьей, четвертой, пятой, шестой ступеней. Расскажи немножко об этой стороне. То есть ты работаешь, ты приходишь в офис, ты работаешь со своей организацией, со всеми 16 странами, да, проводишь тренинги, наставничество и так далее. Мы вернемся к теме войны. Я хочу, чтобы люди знали, что мы вещаем и сейчас говорим в реальном времени из Киева, и я хочу еще раз, Анюта, это сказать, что вчера поздно вечером у нас было две воздушные тревоги, и мы были вынуждены идти в укрытие, прятаться за двумя, за тремя стенами, а я вчера шел со своей любимой, и нам пришлось ускорить шаг и так далее вдоль стеночек. Мы все это переживаем уже более двух с половиной лет. А ночью, полночи нас бомбили долбанные дроны, и над нами летали дроны. В моем районе, где я живу, они летают уже несколько дней. И сегодня, за первую половину дня до нашей с тобой встречи онлайн, в результате еще две воздушные тревоги. Это наши реальности, мы живем в этой реальности. Как в этой реальности, допустим, да, вот скажи, как в этой реальности ты строишь свой рабочий график и адаптируешься к этому, потому что мы пережили еще ковид. И я, кстати, хочу для всех сказать о том, что, если вы думаете, что война, кровожадная война в Украине началась 24 февраля 2022 года, вы очень сильно ошибаетесь, это полномасштабное началось. На самом деле война началась в Украине, агрессия России в Украине началась с Донбасса в далеком 2014 году. И в этом году это уже 10 лет этой кровожадной войны. Но то, что, конечно, все испытали, кто живет в Киеве, это полномасштабное наступление, когда Киев, да, с трех-четырех направлений пытались наступать, это, конечно, врагу не пожелаешь. Но слава богу, что у нас есть мужчины героические и героические женщины, которые, мужчины вышли защищать наш город, а женщины помогали. Я знаю это не понаслышке, мои друзья, все-все-все, и я сказал, мы будем защищать наш город, и никак по-другому. Да, и будь что будет, делай, что можешь, делай, да. Замечательно. Я хочу тебя полностью поддержать в этом. Мы, безусловно, ждем и работаем над этим, потому что каждый из нас связан с волонтерской деятельностью, так или иначе, с самых первых дней. Ты сегодня затрагивал эту тему, это очень важная тема. И нет в Украине, наверное, ни одного человека, который бы не то что не сопереживал, не участвовал. Как я люблю говорить, как в моей родной Армении говорят, страна как один кулак, страна-крепость. И то, что я наблюдаю, как украинцы в целом, все мы, жители Украины разных национальностей, как мы сегодня с тобой обозначили эту тему в том числе, все жители Украины разных национальностей, насколько сильно объединились. И каждый из нас волонтер, каждый пытается зарабатывать деньги в это сложное время. Но в первую очередь это помощь людям. Ты сегодня, это красный нитью, знаешь, у тебя такой жирный, красный нитью. Сегодня в нашем разговоре ты об этом говорила и идет, да, этой нитью, потому что без этого контакта, как ты сказала, человеку нужен человек. Но мы с тобой, Анюта, люди с опытом уже. У каждого разный опыт. И как я люблю говорить, Господь Бог нас создал разными, но разными для того, чтобы мы друг у друга учились лучшим вещам. Я говорил это про народы, но это можно сказать и про отдельных людей, про каждого, про персону. И совершенно очевидно, то, что мы с тобой сегодня проговаривали, это не эгоистичная позиция, да, а эгоистичная позиция, она ведет к обратному эффекту. Поэтому как опытные люди, я в данном случае, ты как опытный человек, потому что ты наш гость, но ты уже не гость. Я хочу, чтобы ты понимала, что то, что мы с тобой сейчас говорим, это теперь уже наша история. Это навсегда останется в нашем YouTube-канале, в украинском YouTube, и это история, это очень круто. И нас будут смотреть молодежь. Ты как бизнес-вумен с колоссальным опытом, с большой международной, с построением большой международной организации, в огромной международной компании, которой я работал три года, и которая навсегда изменила мою жизнь. Что ты молодым бы пожелала в этих условиях, и не только в этих условиях вообще, что бы ты хотела пожелать именно молодежи? Как начинать, как стартовать, какая была ты? Что ты им рекомендуешь? Хочу всем сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, или даже, может быть, посоветоваться, да, к примеру, спросить совет, вы всегда можете написать Анюте, мы внизу в описании оставим координаты обязательно. Я вообще, вы можете написать Анюте, можете написать также мне, я обязательно вас кондачу, потому что это навсегда, вы уже это поняли. И знаешь, Анюта, ты пока говорила, меня посетила замечательная мысль такая. Мы до полномасштабного отражения делали в нашем клубе армянских предпринимателей, в КАП, да, делали бизнес-семинары, бизнес-тренинги. И у нас замечательные люди, в основном это наши земляки-армяне, украинские армяне, которые добились успехов, да. Допустим, наш дорогой Ваче Давтяну, у которого большая компания, промкабель-электрика, это один из лидеров электротехнического оборудования, да, или Гагик Сергеевич Нерсисян, компания Бейкер Тили, аудит и оценка. Или Артур Павлович Аганисян, который гуру недвижимости, это лучший специалист в области недвижимости, наставник и так далее. Я могу взять его друг, Артур Борисович Агаджанян и так далее. Потрясающие люди. Простите, кого не назвал, потому что сейчас лекция начнется, тренинг мой начнется, если я буду называть всех. Простите, мы вас очень сильно любим, и дорогие мои. И вот меня посетила мысль, когда ты давала эти рекомендации от души для нашей молодежи, я подумал о том, что было бы круто нам провести живую встречу, собрать в рамках нашего клуба армянских предпринимателей в каком-нибудь конференц-зале, да, там, неважно, на 50 человек, на 100 человек, да, как бы это уже технические нюансы. Было бы круто нам сделать такую встречу, и ты как бизнес-вумен, а у нас много девушек принимала участие именно как участниц, да, и помогали нам, и такие прогрессивные девушки. Девушки вообще меня удивляют. Столько, сколько могут девушки заниматься семьёй, ребёнком, хозяйством в доме, при этом умудряться работать. Я, одно из моих направлений, ты знаешь, я ещё являюсь и тренером УШУ, с детками, семейный формат и так далее. И я, когда вижу этих мамочек, которые на каблуках всё умудряются успевать и при этом остаются красивыми, я всегда в шоке. При этом очень много таких вялых пап, но, к сожалению, к счастью, этот период уже далеко, потому что сегодня в Украине исключительно героические мужчины, да. Я хочу сказать, что на прямом эфире пару раз написали «Россияне» со своим триколором. Я хочу сказать, что я желаю россиянам праздновать тем три-четыре россиянам, которые поддерживали кровожадную войну, Кремлю, их, этому, криотиву Олера, и всей той стране огромной, у которой много богатства, и вместо того, чтобы сделать эту страну богатой, и тогда, если бы вам приезжал, и хотел бы быть у вас, строить бизнес, учиться и так далее, вы предпочли агрессию, решение империи через адресию. И когда у одного журналиста стоят, у одного известного журналиста в СССР, что, по-вашему, такое Владимир Путин, президент России Владимир Путин, задумался и сказал, Владимир Путин очень богатый человек. И россияне, когда это слышат, они очень сильно радуются, но есть один нюанс. Ваш президент очень богатый человек, потому что он самый большой в мире. Запомните это. Ваши богатства, ваши ресурсы, ваши углеводороды, это все поруется в огромных количествах, а это все должно идти на развитие вашей страны, на латание в ваших дырах, проведение газа, вашей глубинкой, и так далее. Именно поэтому в Буче вы написали, в Буче вы написали о том, что, простите, это просто приказ, ничего личного. А когда у одного партияна, кровожарного и вооруженных сил расширенных вене, спасили, почему вы это делаете, он сказал, ну, мы вообще-то хотим, чтобы вы нас любили, а не хотят, чтобы мы были такими, как они, и чтобы мы их любили. Мы бы вас любили, если бы вы действительно были бы старшим, младшим, средним братом, неважно, но действительно бы по-человечески относились. Вам же ведь не нужны такие отношения. Поэтому россиянам, которые пишут в нашем прямом эфире, я вас приветствую. Приветствую, потому что вы слушаете, Анюта, прости меня за нескромность, двух разумных людей, людей, которые прошли многое и знают многое. Я желаю вам, шакалам, прозреть. Вы шакалы, если вы поддерживаете эту агрессию против Украины, а если вы не поддерживаете эту агрессию против Украины, то вы нормальный дудына и оставляете в себе этого человека. Главное быть человеком. И все то, что Анюта пожелала, я присоединяюсь. Анюта Джейм, я очень, очень благодарен тебе за этот замечательный эфир. У меня ощущение, что я, как в свои времена, приехал тебе в офис за пару баночей герблай, которые ты мне... Да, и мы, и мы, да, и время, время просто ушло. И ты осталась такая же, потрясающая, замечательная. И я желаю, чтобы твой бизнес продолжал расти. Я знаю, что он и так будет расти, потому что он растет у тебя, и ты развиваешься по законам Божьим. У тебя есть все для того, чтобы ты осчастливировал людей, потому что каждый, кто с тобой общается, каждый, кто тебя касается, я имею в виду, духовно, получает вот этот позитив, этот заряд. Моя супруга Анна сказала, после, помнишь, нашей той технической пробы, да, в прямом эфире, ты видела этот ролик, я тебе прислал, она после него сказала, Анна, такая радостная, такая жизнерадостная, так круто, ты сразу зашла, понимаешь, моей супруге. Оставайся, пожалуйста, всегда такой. Любим, бережем своих родителей прежде всего. Мы можем быть не согласны с родителями, идти по-своему, как ты говоришь, своим путем, но при этом продолжать любить их, благодарить, заботиться о них. И пусть в твоей семье все будет очень и очень круто. И я, друзья, передаю всем-всем привет. Я знаю, что мои земляки из Армении, а Армения это моя родина предков. Для меня есть две главные страны в первую очередь. Это Армения, моя родина предков, и это, безусловно, Украина, наш второй дом, в котором мы живем уже более 30 лет. И многие лучшие вещи в жизни произошли именно здесь, в Украине. Я очень люблю Украину, и, конечно, всех украинцев разных национальностей. Я в 2004-2014 году я стоял на Майдане, был участником, и я тогда сказал, без обид, пусть никто не обидится на то, что я скажу сейчас, я сказал, у этого народа все хорошо, но мне не хватает немножко больше духовности. Спасибо за субтитры... Продолжение следует...